Если до этого мы с вами знакомились просто с представителями нашей группы, с приматами, то вот сейчас мы с вами немножечко повозимся с причинами отделения от прочих приматов очень странной группы, которая называется Гоминида. Гоминида это отдельное семейство человекообразных обезьян. Происходит оно порядка 4 миллионов лет назад, от общего стола человекообразных. И про происходение Гоминида сейчас известно очень много. Но это вполне естественно. Люди в первую очередь интересуются своим происхождением, поэтому интенсивность антологических и археологических раскопок над римом человечества исключительно в заказе. Но информация создана сейчас конечно гигантское количество. Надминаю основные характеристики нашей с вами группы приматов. Человекообразная, узконосая. Человекообразные, в отличие от мартышкообразных, имеют более длинные передние конечности, чем задние. В результате на земле достаточно выпрямленное положение тела. У них отсутствуют хвосты. И в общем достаточно крупные размеры характерны. При этом самое первое наше занятие, сейчас эта модель для нас будет самой важной. Модель К-эр-стратегия. Это К-стратегия, Р-стратегия. Какие живые существа называются Р-стратегиями? Что это такое Р-стратегия? Р-стратегия, когда животные не могут платят. Именно так. Исключительно большое количество потомков, которые производят с одного закона. При этом оказывается следующая ситуация. Для Р-стратегия, жизнь каждого индивида, это существенная или несущественная причина? Для них нормой является сверхмассовая смертность в рамках каждого нового поколения. Типовая кремия. Треска за один мерест. Меньше порядка двух миллионов окремий. При этом треска рыбы достаточно с продолжительной жизнью. Но правда в современном мире дорастать это максимального размера не дают, но раньше поймали. Но тем не менее, пять-семь месяцев каждая рыба в течение своей жизни проходит. Миллионы оплодотворенных окремий. Вопрос, что произойдет, если из ее потомства 99% погибнут и выживет только 1%. А произойдет классическая катастрофа с тратникой. Смотрите, что получится. 1% от 10 миллионов. Так сколько? 100 тысяч. В результате, вместо двух тресков в этом поколении, треска мамы и треска папы, в следующем поколении на их место приходят 100 тысяч. В 50 тысяч раз поголовье увеличилось. К чему это приводит автоматически? А молодежник выедает всю еду до последней крошки. И после того, как вся еда, поскольку их не просто больше стало, а 50 тысяч раз больше, быстро ли они всю еду выедут? Исключительно быстро. А что после этого произойдет со всем потомством данного вида? Еда кончилась. Все, ребята. Что с потомством? Общая смертность. Все. Вид прекратился вставание. В рамках нашей стратегии, что-нибудь подобное заботой о потомстве может существовать или нет? Да ни в коем случае. Если о потомстве заботится, оно ведь, не дай бог, выживать начнет. А выживающее потомство – это страшно. В результате, при этом стратегия, нормой является массовая смертность. При этом всегда существует вероятность, что кто-нибудь из такой гигантской массы выживает. При этом черты какие-то индивидуальные особенности выжившего, в общем-то, не особенно и существенны. Это работа на большую массу организма. При этом, давайте смотрим, поскольку организм любой развивается из запасов желтка в децеплетке, Сколько мама может передать своему детенышу, если она 2 миллиона икринок каждый ест, Какой запас энерговеществ может передать мать? А вы понимаете, что меньше грамм. Ведь откуда она берет желток для того, чтобы уложить его в яйцеклетку? Из своего тела. Это она отказывается от своих веществ. Классно? Значит, в результате минимальное количество желтка в каждой яйцеклетке. И эмбрион переходит к самостоятельной жизни на страшно недозрелом, с нашей точки зрения, это. Почему? А надо самому питаться на построение всего остального в яйцеклетке просто материал нет. Поэтому, в случае эрстротегов вкладывать в генетику развития какие-то сложные специальные приспособления, ведущие к построению специальных органов. Есть возможности или нет возможности? Да нет. Просто нет строя на кирилла для этого хозяйства. Теперь, кто такие эрстротегии? Эрстротегия – это существа, точнее, виды биологические, которые по тем или иным причинам вынуждены сократить количество рождающихся потомок. Учтите, что добровольно этого не делает никто и никогда. Это всегда результат приспособления к такому варианту среды, где больше просто невозможно рожать. Да? Рожжать. Итак, количество потомков падает. В этом случае, сколько веществ санка может передать каждому потомку? Больше. А это значит, есть ли возможность, в случае эрстротегии, строить какие-то более специализированные тела. Да. Это дорога к специализации. Возможность построения каких-то специальных девайсов для освоения новых вариантов среды. Плюс к этому, для кастротегии, жизнь каждого деденыша так же безразлична, как для эрстротегии, или нет? Нет. Нет. В случае кастротегии от выживания каждого зависит уже от возможности выживания деда. Поэтому, чем глубже кастротегия, тем ярче будет проявляться забота о потомстве. Так, вот в этом случае, конечно, забота о потомстве. Ну и теперь давайте с вами прикинем весь ход эволюции позвоночных на нашей планете. Древнейшее позвоночник. Мы сами древние вещи не знаем, но все равно не знаете. Рыба, от рыбы происходит амфибия, от амфибии происходит рептилия, а от рептилии происходит птица и млекопитающая. Давайте попробуем на этом уровне оценить. Как по вашему, кто более кастротегичен, а кто более эрстротегичен? Рыба или амфибия? Рыба. Рыба более эрстротегична. Разумеется. Значит, среди рыб. Во многих случаях сотни тысяч кринок откладываются в некоторых миллионы. Больше ни у кого такого не бывает. Амфибия. Ну, амфибия от силы тысячи кринок. Редкий случай, как правило, сотни, а иногда десятки кринок. То есть намного более кастротегична по отношению к рыбам. Хорошо. Здесь сравниваем. Рептилия и амфибия. А здесь кто более кастротегичен? Рептилия. Рептилия. Амфибия. Рептилия, конечно, на суше, поэтому нужно большую мощь, чтобы удерживать. Совершенно верно. Это значит, в каждую лицеклетку надо какую массу желтка оплагать. Ну, разумеется. То, что вы называете, там, покупая в магазине куриные яйца, на самом деле, это что такое? А это птичьи яйцеклетки. Какого размера яйцеклетки у черепах, крокодилов и прочих рептилий? Такого же, как у птиц. А какого размера рыбья икра? Черная икра, красная икра? Вы понимаете, что это рыбья яйцеклетки? Икра. В результате, как по-вашему, можно ли построить столько же крупных яиц, как мелкой икры? Да нет, веществ у мамы не хватит. Поэтому, кто более кастратегичен, кто более эрстратегичен? Рептилия или амфибия? Рептилия более кастратегичен. То есть, смотрите, что происходит. По ходу эволюции нарастает кастратегизация. Падает кастратегизация. Ну, а теперь сравним рептилии с млекопитающими. Есть ли млекопитающие, которые бы рожали по 20-30 детенышей с одного закона? А почему? Жадная? Да. А рептилиям не надо выживать. Нифига себе. Скажите, пожалуйста, центр пустынной Сахара. Это простые условия для выживания? А заодно, много ли там млекопитающих живет? А вот рептилии живут. Но здесь совершенно другая выживка. А как можно, погрегев на незнакомого вам зверя, на самочку млекопитающую, незнакомого вам вида, сразу сказать, сколько детенышей у нее может быть с одного раунда? Хорошо. По количеству его сосков. Вот это называется соском. Количество сосков на баржах. Потому что стартовая пища детеныша – это молоко. В результате, если пара сосков, то значит норма рождения – один. Дело в том, что молочные железы парные и не бывают животных с единственной молочной железой. Кроме нас с вами, приматов, кто в нашей команде таких очень мало сосковых существ? Ну вообще, мы в хорошей команде, сверхгиганты. Слоны, киты, да? Ну и правда еще антилопы затесались. Антилопы и козы. Они тоже двухсосковые. Классно. Бычи. Стрех. Ребят, сколько сосков выменил коровы? Четыре. Слава богу. А то, что я решил, что даже это не знаете. Четырехсосковый вариант. Кошки, собаки, свиньи и так далее. Больше. Побольше. Больше всего может быть у таких сумочатых зверей, которые называются опоссумы. У них 14. То есть все, на самом деле, у эмбрионечка любого млека закладывается 7 пар сосков от подмышечных патинь до паховой ягодки. Просто в разных видах развиваться будут не все, а вот только некоторые. Это уже зависит. И так, больше 14 детенышей у млекопитающих с одного захода быть не может. А у рептилий может быть по 2 десятка, по 3 десятка, в редкий случай по 5 десятка. В результате из всех классов в млеке самое-то стратегичное. Ну ладно, опоссумов вы не знаете. Сколько детенышей может быть, чтобы не соврать, у крысы? Как у нас? У 7 обученных. Да. 16 у крысы с одного захода. 16 у крысы не бывает никогда, вас обманули. Даже двойная матка грызуна, а у грызунов двойная матка, не выдержит 16 плодов, там просто берегусь не пройдет. Десяток случается, но редко. Среднее количество где-то там 7-8 детенышей. Больше, далеко не всякая самка просто способна доносить до состояния рождения. До достаточной степени зрелости. Это уж надо, чтобы ваш не очень хороший условий находить. Хорошо. Оказывается, что среди всех млеков существуют свои К-стратеги и свои Р-стратеги. Это понятно? Вот смотрите, млеки более К-стратегичны, чем все остальные. Но и среди млеков. Хорошо. А среди рыб можно найти своих К-стратегов, своих Р-стратеги? Конечно, можно. Есть рыбы, которые в один мерест по 20 крем, и не больше, чем по 20 крем. Это значит, что очень К-стратегичные рыбы. И у них, конечно, будет забота о подростке. Мы с вами, три матка, одна из самых К-стратегичных групп даже среди К-какитовича. У нас с вами в норме, так же как у китообразных, кстати, и у хоббанных, рождается только один детеныш с одного захода. Меньше просто нельзя. Эта ситуация крайне опасная. Случайная смертность среди потомства грозит полному исчезновению вина. Ну, как повышено, биологически нормальная детская смертность у К-стратегов, даже у тех, кто заботится о детях, биологически нормальная детская смертность. Это примерно сколько? Восемь девятых. Да, ребят, процентов 75-80. Это биологически нормально. Причем, если вы думаете, что хомо сапиенс, мы с вами, исключение из этого правильного, черт из два. Я, например, же приводил. Капитанскую дочку вы в школе проходили. Сколько было братьев и сестер в семье Гринёва? Ну, он был восьмидесят. Вот, ребят, это только два века как, ну, даже меньше, чем два века. Один ребенок в семье считается нормой. Вообще-то, во все времена это была тяжелейшая патология и глубочайшее несчастье. Один единственный ребенок в семье. По какой значимости? Ну, если когда-нибудь почитаете Романда Толстого, Анны Карельевны, там же дивная история. Когда барышня страшно боится за своих детей. Не дай бог стролокина. У нее шестеро детей. И в этом случае никто не выживет. Вот просто ни один. Почему? Потому что взаимное заражение средств против стролокина нет. В результате, до конца 19 века, вот эта самая чудовищная смертность, 90-процентная, касалась людей тоже. Женский организм рассчитан на то, чтобы в течение жизни самка вида Homo sapiens sapiens десяток детенышей родила. Сейчас просто ситуация изменилась, а уж с возникновением мегаполисной культуры тем более. Но если вы хотите разбираться с тем, как по-настоящему устроена ваша тема, то от современных прикидок придется немножечко отказываться. Дело в том, что вашему организму глубоко наплевать на условия жизни в мегаполисе. Он к ним совершенно не приспособлен. Он приспособлен к совершенно другим условиям. Ну, потому что складывался он миллионы лет. И никаких таких автомобилей, лифток, никаких таких полуфабрикатов готовой еды, никакого газа, никакого электричества наш организм не подразумевает. Это все должно делаться за счет физических нагрузок. Главная причина развития массовых патологий в городах, в мегаполисах, это страшнейший уровень гиподинамии. Вот этот символ желаемого для мегаполиса – стремимся к комфорту, стремимся, чтобы было удобно и ненапряжно. Так вот, ваш организм с этим стремлением категорически не согласен. Это заболевание сердечно-сосудистой. Кстати, тресловутый геморрой – это никакое небожное заболевание. Это заболевание как раз сосудистой системы. Сигнал того, что из-за гиподинамии застаивается кровь в нижнем секторе тела. Учтите, если он учился, это значит ровно такая же история у вас. С половыми оконами, со стенками чего-то пузыря, ну, со всеми соседями, которые в этом секторе находятся. Все следующее занятие будет посвящено как раз медицинским проблемам, которые возникают у человечества. Не из-за происка каких-то вредителей, а просто из-за конструкции нашего тела, из-за того, в какие условия мы эту конструкцию ставим. И так же, такой КАР-стратегии немножко с вами разобрались. Самое главное, что КАР-стратегия совершенно не способна существовать без заботы о потомстве. А уж при таком мизерном уровне рождаемости, как у нас с вами, забота о потомстве превращается в первостепенной важности заказ. Дети должны выживать. Вот хотя бы 10% должны выживать. Иначе видится за это.